Секундочку, от Матфея 15 глава, когда, сейчас скажу, когда Господь увидел женщину, хананьянку, она шла за ним и кричала, что помилуй меня Господи, дочь моя жестоко беснуется, он как бы не сразу же отреагировал на ее просьбу, и ему ученики сказали, вроде ты, что женщина кричит. И почему он сразу не отреагировал на ее просьбу, я вот это вот не поняла, и не поняла, что она, так, сейчас еще, что он ее в чем-то обвинил, я вот не поняла. И то, что она ему ответила, еще она ему что-то сказала, что помоги мне, и он как бы ее обвинил, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. Я вот этот момент не поняла, и как будто бы она вот ему потом вот сказала, что, Господи, ну и псы едят крохи, которые падут с стола господ их. Вот вы не могли бы мне вот, ну так, по-простому как-нибудь объяснить вот этот момент? Почему он сразу же не отреагировал на ее просьбу, что он помилуй меня, говорит, что дочь моя беснуется? То есть она что-то сильно нагрешила? Ее настойчивость ставится теперь в пример. Если бы сразу так, этого бы не было. Вот человек лежал больной 38 лет. А почему не раньше пришел Христос? Вот понимаете как? А почему, вот почему, вот этих почему у нас не мало, а много. Почему людей избрали советскую власть, а царя свергли? И что получили? Более жестокого строя мир не знал. А почему Бог допустил? Избрали, вот теперь давайте. Хлебайте полной чашей. И здесь точно так же. Он показал, какая у нее настойчивость. Как она желала, говорит, страдает дочь. А в самом деле она страдала сама из-за дочери. Вот и так понятно, в любом месте. Господь спрашивает, Адам, где ты? Что Бог не знал, где Адам? Он просто давал ему шанс встать и сказать, я виновен, Господи. Ну вот так. Господь иногда говорит, сойдем на землю и посмотрим, действительно Бог на них такой нет, что Богу надо сходить по лестнице там или на аэростате. Это для нас называется антропопология. Отчеловечения Бога, чтобы было понятно. Буря бы не было, Петр не пошел бы по волнам. Этого события бы не было. А почему Христос не пришел раньше времени к Лазарю, а он умер? Прямо говорит сестра, говорит, был бы ты здесь, он бы не умер. Нет, не умер бы это одно. Другое дело, когда четыре дня лежит в пещере, там жара такая. Чтобы показать милость свою, долготерпение. Так и должны понимать. Все. Благодарю. А вот тогда, вот этот вот еще момент, то что... Ну я понимаю, что хотите сказать, сказать, что, говорит, псы едят крохи. То есть, а она еврейка поняла, что эта Хананянка, ее назвалась, она бы могла ответить, так это я пес, а твои еврейки хорошие, да у меня соседка есть, вот, да давить не грех. Сколько она зла мне сделала. Так подделала, все, обобрала меня до нитки. А она ничего этого не сказала. Да, Господи, но и псы едят крохи. И ты мне крошечку отпусти, мою сиротиночку, избавь от горя. Дай ей здравия. Вот и все. Ой, благодарю вас. Все поняла. Все, спаси Христос вас, Игнат Тихонович. Слава Христу. Благодарю. Так, вопросов нет больше? Все, ухожу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.